Ловушка для томогавков. Почему у России больше не страшны ракеты НАТО? Ловушка для томогавков. Почему у России больше не страшны ракеты НАТО? 8 часов 31 октября 2019 года. CC-0. US Navy Photo by Intelligence Specialist. 1ST. Class Kenneth Mole. Запуск крылатой ракеты томогавк с американского военного корабля. US Escape St. George. CC-0. US Navy Photo by Intelligence Specialist. 1ST. Class Kenneth Mole. Москва, 31 октября новости. Николай Протопопов. Любые типы воздушных целей будут обнаружены на расстоянии в несколько тысяч километров. Российскую систему предупреждения о ракетном нападении в ближайшие годы усилит новейшими за горизонтными радарами контейнер. Они работают с увеличенным углом обзора и одновременно могут сопровождать тысячи объектов. Первую такую РЛС-армия получит до конца года. О новом противоракетном зонтике страны в материале РИА Новости. Против гиперзвука. Разработкой двухкоординатной загоризонтной радиолокационной станции 29Б6 контейнер-инженерни и дальние радиосвязи занялись в середине 1990-х. Принцип работы этого радара заключается в отражении радиоволн от ионосферы Земли, направленный под определенным углом сигнал рикошетит от ионизированного атмосферного слоя, попадает в цели, уже отразившись от нее, возвращается к преемнику. Таким образом определяется точное местоположение объекта, его скорость и направление полета. Контейнеры по большей части заточены на обнаружении аэродинамических целей на высотах до 100 километров, то есть они не увидят баллистические ракеты в полете, хотя и могут засекать их старт с поверхности Земли. 28 августа, 08.00 РИА Новости. Флот контроля. Россия из океана сможет отслеживать пуски американских ракет. Первый образец контейнеров стал на опыт на боевое дежурство в 2013-м. Передающая часть станции расположена в Нижегородской области, а приемная в Мордовии, где раскинули поле из почти 150-30-метровых антенн. Место дислокации выбирали с учетом того, что у контейнера есть мертвая зона протяженностью 900 километров. Поэтому станцию разместили в глубине страны, откуда она будет контролировать воздушное пространство сопредельных государств. Первый контейнер работает в западном направлении. Под его контролем большая часть Европы и, соответственно, основные зоны дислокации войск НАТО. Это особенно актуально в условиях недавнего расторжения договора о ракетах средней и меньшей дальности РЛС позволяет вести постоянное наблюдение за натовскими авиационными и ракетными базами. По словам генерального директора Нидар Кирилла Макарова, в дальнейшем такие станции прикроют Россию со всех сторон. Планируется, что контейнеры разместят на Дальнем Востоке, Северо-Западном и Южном направлениях, ФОТО, Минобороны России. Приемная часть радиолокационной станции – контейнер. На ближних подступах. Еще один новый элемент системы предупреждения о ракетном нападении – береговые загоризонтные радиолокационные станции поверхностной волны подсолнух. Эти РЛС будут контролировать воздушную и надводную обстановку в прибрежной экономической зоне России. Их возможности скромнее, чем у контейнера. Станции работают на дистанции до 40-50 километров. Одно из главных преимуществ подсолнуха – всепогодность. При этом он хорошо видит как корабли и самолеты, изготовленные по технологии стелс, так и обычную технику. В полностью автоматическом режиме станция обнаруживает и сопровождает одновременно до 300 морских и 100 воздушных объектов. При этом их четко классифицирует – определяет, групповая это или одиночная цель, воздушная или надводная, оценивает размер. 30 марта, 08.00 РИА Новости. Непробиваемая стана. Как российская армия сводит сумму вражеские снаряды. Информация от РЛС оперативно поступает на командные пункты береговой обороны, где принимают решения о применении зенитного оружия. Первым объединением, получившим подсолнухи, стала Каспийская флотилия. Экипажи ракетных кораблей регулярно оттачивают взаимодействие с расчетами РЛС на учениях и получают от них целью указания на условные мишени в Каспийском море. Моряки признаются, что снова РЛС стало гораздо легче следить за вверенной им акваторией и воздушным пространством над ней. Недавно Россия развернула подсолнухи еще на двух направлениях. Новые станции военные осваивают на Дальнем Востоке и Балтике. Впрочем, несмотря на высокую эффективность, подсолнухи и контейнеры лишь вспомогательный инструмент в СПРН. Первую скрипку здесь играют станции высокой заводской готовности типа Воронеж. Именно они предназначены для дальнего обнаружения в первую очередь баллистических межконтинентальных ракет. При внушительных возможностях одна из особенностей станции минимум временных затрат на сборку и постановку на боевое дежурство. С завода Воронеж приходит в виде унифицированных блоков и контейнеров, после чего быстро собирается на месте с учетом оперативно-тактических условий района дислокации. РИА Новости, Игорь Заремба, военнослужащая во время боевого дежурства на радиолокационной станции Воронеж-Диэм в поселке Дунаевка Калининградской области. РИА Новости, Игорь Заремба, военнослужащая во время боевого дежурства на радиолокационной станции Воронеж-Диэм в поселке Дунаевка Калининградской области. РЛС с первой модификацией Воронеж-М, размещенную в Ленинградской области, российские военные получили в 2006-м. Она работает в метровом диапазоне и перекрывает пространство от Марокко до Шпицбергена. Более поздние модификации с индексами ДМ и СМ, соответственно, работают в дециметровом и сантиметровом режимах. Наземный эшелон РЛС разбросан по всему периметру России. Станции несут боевое дежурство в Калининградской, Иркутской, Оренбургской областях, в Краснодарском, Красноярском и Альтайском краях. К 2024-му еще один Воронеж разместят в Крыму. РИА Новости, Александр Юрьев, РЛС ВЗГ Воронеж. РИА Новости, Александр Юрьев. РЛС ВЗГ Воронеж. Напомним, что к строительству эшелонированной СПРН в СССР приступили еще в начале 1960-х. Прообразом современной системы стал состоящий из двух РЛС Днепр радиолокационный комплекс обнаружения баллистических ракет в Мурманске и Риге, откуда информация поступала на командный пункт Подмосковья. Самые первые РЛС представляли собой огромные сооружения, были сложны в обслуживании и отличались чудовищным энергопотреблением. После распада СССР многие радиолокационные узлы СПРН остались за пределами России и перестали эксплуатироваться. Однако некоторые станции советской постройки, например, в Белоруссии и Казахстане, работают по сей день. РИА Новости, Павел Львов, военнослужащий на боевом дежурстве в приборном зале радиолокационной станции Днепр в Лавозерском районе Мурманской области. РИА Новости, Павел Львов, военнослужащий на боевом дежурстве в приборном зале радиолокационной станции Днепр в Лавозерском районе Мурманской области.